Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Прежде чем начать, хотелось бы отметить, что по вашему описанию я бы мог предположить у вас, скажем так, некоторые осложнения в плане психического здоровья, поэтому рекомендовал бы обратиться к психиатру, либо к клиническому психологу, для того, чтобы опровергнуть или подтвердить опасения и предположения, потому что то, что вы описываете, в принципе, может быть чем-то таким. Я не врач, диагнозов вам ставить не буду, но просто говорю о том, что по вашему описанию вполне может быть что-то такое, и лучше, конечно, провериться, чтобы быть, ну, как бы уверенной, да, в том, что с этой стороны все в порядке, вот. А если с этой стороны все в порядке, то тогда вам имеет смысл пойти на психотерапию, имеет смысл пойти на психотерапию, вот, и, соответственно, уже потихонечку как-то разбираться в себе, вот, в том, что происходит, вот, разбираться в том, как происходит, да, вот, то есть, ну, просто, вот, что с вами, и так далее, вот. Вот, потому что, на мой взгляд, самостоятельно вы с этим разобраться, пожалуй, что не сможете, вот. Дальше, значит, мне учиться 22, и первый раз в жизни позволило себе влюбиться до крыльщего, крыльщего сношения, причем заивно, чего в моей жизни не было никогда. Пишите, пишите вы. Вот, значит, на что здесь хочется обратить, обратить ваше внимание. А, ну, во-первых, на то, что вы почему-то думаете, что можете позволить себе влюбиться. На мой взгляд, от вас не зависит, то, значит, влюбились вы или нет, ну, как бы человек на это, на мой взгляд, повлиять не может от слова «совсем». Поэтому я бы сказал, что вы, вероятно, пытались себя сдерживать, да, вы пытались себя сдерживать, ну, возможно. Вот, потому что вероятно есть, опять же, страх, какой-то страх отношений, например, страх влюбленности, сближения, что говорит нам о том, что у вас есть некоторая проблематика личных границ. Вот. Ну, и страх вот как раз-таки близких отношений. В этом смысле ваше заболевание, ну, вот то, что вы заболели, да, в этом смысле, вполне может быть продиктовано как раз-таки этим страхом. То есть, если человек боится, да, если человек, ну, если у человека есть какие-то вот опасения, так скажем, касаемо, вот, ну, отношений, вот, ну, его, то тело, тело, очень часто может вот в этом смысле, да, оно может как-то подводить, то есть тело может как раз-таки выдавать некоторые реакции, которые защищают человека, да, защищают человека от того, что, ну, что ему страшно. Вот. Вы не пишете о том ничего. Чем вы, чем вы заболели? А, вот, вы не пишете ничего об этом. А жаль, потому что хотелось бы, хотелось бы увидеть, что это за, собственно, заболевание, да, которым вы мучились, вот. А, к тому же, вот, непростое заболевание, да, заболевание еще такое, что вот после него, да, вы чувствуете, ну, чувствуете, значит, некоторую такую апатию в целом, да, и вот тут тоже довольно такой важный, как мне кажется, момент, вот. Потому что, ну, потому что это довольно серьезно, ну, довольно серьезно получается, то, о чем, вот, вы, вы пишете. Понимаете, да, значит, здесь, эм, такой момент. По крайней мере, предположение. Дальше, значит, причем взаимно, чего в моей жизни никогда не было. Пишите вы, ну, про взаимность, это история про неуверенность себе и низкую самооценку. Ну, вы, как бы, себя, получается, скорее всего, не очень любите. То есть, вы себя, вот, как-то склонны обесценивать, к сожалению. Вот. То есть, это неприятно, это неприятно, конечно, да, вот, как-то так, так вот. Ну, возможно, возможно, что вы даже не согласитесь со мною, вот. Вполне такое может быть, вполне такое допускаем, вот. Но, тем не менее, э, вот, такой момент, что, если вам важна взаимность, вот, если вам важно, чтобы взаимность, ну, чтобы взаимность была, а если для вас это имеет значение, то это, вот, очень часто проблематика самооценки. Хотите вы этого или, или нет. Вот. Понимаете, да? Дальше. Идем дальше. Впервые встретились в середине августа, сутками гуляли, разговаривали, не могли, не могли. Отлипнулись друг об друга, влюбились моментально, но встречать сразу не стал. Ну, значит, э, что здесь хочется сказать? Ну, во-первых, хочется сказать то, что вы говорите за другого человека, по сути. точнее, за, ну, ну, точнее за двоих вы говорите. То есть вы говорите как бы за себя, да, и говорите как бы за своего молодого человека. Вы на самом деле, как бы, говорить можете только за себя, условно, что вы влюбились, что вы, только другого, да, но не можете вы говорить за другого. А здесь, здесь вы как раз именно это и делаете, говорите за двоих. Вот. О чём это нам, значит, свидетельствует, нам это в первую очередь свидетельствует АПМЧПУ. У вас, ну вот, личные границы, да, как бы нарушены. И вот ваша влюблённость, к сожалению, идёт в купе с слиянием. То есть вот вы находитесь с молодым человеком в, находились, точнее, вы находились с молодым человеком в слиянии. Отсюда вот такая увлечённость получается им, молодым человеком. вот это вот, ну, такое времяпровождение, да, попально, вот, значит, с тем молодым человеком. Далее, вы пишите, встречаться сразу не стали. А по какой причине? Да, то есть вы боялись? А потом в начале сентября разъехались по разным городам на учёбу, но постоянно общались, так прошёл месяц со знакомством. Да, не спросил, что между вами общего, а вот, что вас объединяет, не спросил, а, значит, что вас связывает, и на каких, образно говоря, узнаваниях вы встретились, вы познакомились, а вот, ну, то есть, что это были, за основания, по которым вы, ага, значит, ну, по которым вы познакомились, что это были за основания, то есть, вы познакомились там, ну, гипотетически, например, как друзья, а вы познакомились как, вот, значит, ну, партнёры, да, а вот, то есть, вот, что вас связывает? Дальше. Постоянно заходили разговоры про отношения, но по своим причинам объективным, я его понимаю, боялся их начать. А что это за причина? Смотрите, здесь какой момент? Здесь момент, ну, на мой взгляд, да, здесь какой момент? Здесь момент такой, что вы, говоря про отношения, вот, говоря про них, вы, ну, делая естественным, возможным образом на них акцент, да, на отношениях, а вы демонстрируете важность этих отношений, получается, для себя, то есть, вы как-то, ну, показываете, что, вот, что отношения мне важны, да, что отношения мне нужны, как бы говорите, как бы говорите вы, вот, и, конечно, вот, хочется узнать, в каком контексте вам отношения важны и нужны, вот. Дальше причины, по которым он боялся начать, а я очень не хотела быть с ним и приводила к этому, ну, вот, такое ощущение, да, что ваше желание быть с человеком, да, оно как-то, вот, получается, является сильнее, чем те чувства к нему, то есть желание, может быть, желание потребно что-то для него делать. Дальше, и все-таки признали друг другу во взаимной влюбленность, начали отношения, но, опять же, вот, мы, мы признали, что взаимная влюбленность, мы, то есть, кто мы. После этого, в середине сентября он приехал на стажировку в мой город, хотя, чтобы с ним встретиться, мне приходилось пропускать пары и ехать в пригород два с половиной часа в одну сторону, я была на это готова. Ну, влюбленность, страсть, понятно, вопрос в том, как на каком, на каком фоне. Я была так счастлива с это время, потому что впервые влюбилась и в меня влюбили. Ну вот, давайте подумаем, что важно. Когда человек выделяет влюбленность свою и в него. Да? При каких данных? То есть, вы хотите сказать, получается, что до этого, до того, как вы влюбились и влюбились в вас, вы не были счастливы. Получается. Ну и вот, собственно, есть ощущение, да, что счастливы вы, потому что влюбились в вас. Так было и до середины октября. То есть два месяца абсолютного счастья, потому что это и правда человек, которым я всегда мечтал. Очень похоже на зависимость и на то, что вот человек, о котором мы мечтаем, да, если мы мечтаем, если мы мечтаем, о ком, например, то мы как бы приписываем человеку то, чего сами хотим. Ну, например, вот себя. Вот. Понимаете? Понимаете, да? Какая история здесь? Скажем так. Интересно. Вот. Ну и в вашем случае это еще получается связь со счастьем. Потом я сильно заболела, мы не могли видеться полторы недели, очень скучала и винила себя в том, что так произошло. Из-за этого и сложного протекания болезни у меня началась опасность. Ну, что касается сложности болезни, то здесь нужны детали, потому что на данный момент деталей в принципе нет и говорить о чем-то довольно сложно, я бы сказал. Вот. Это первое. Но совершенно очевидно здесь, на мой взгляд, что вы придаете чрезмерное значение отношениям раз себя винить. Вот. То есть, если вы себя вините, да, за то, что вы заболели там и так далее, то это вот чрезмерное значение. Дальше. Так. У меня началась апатия, даже поссорилась с мамой из-за моей раздражительности и плохого настроения. Я живу одна в другом городе. Ссоры с мамой для вас получается редкость. Хотелось бы узнать, как у вас отношения с мамой складываются. Было бы интересно. Вот он приезжает ко мне, я не скучаю. Ну, это в данном случае психологическая защита. Либо, либо болезни все и все остальное перебили страсть, а кроме страсти как бы ничего больше не было. Ну, такое тоже бывает. Замечаю за собой, если не так уж весело, как раньше реагировали на его шутки и вообще все по-другому. Да, вы переключили свое внимание на что-то еще. Причем только в моем восприятии, потому что он такой же как был. Ну, да-да, вы изменились. По дороге к Петру встретила знакомого, мне стало неудобно, что он заметил нас двоих. А ты раньше, я хотел, чтобы нас видели вместе и шла рядом с ним уверенно и гордо. Что изменилось здесь? То есть, из-за чего стало неловко конкретно. И, также, раскроете, пожалуйста, то, что вот вы, значит, то, что вы шли, ну, гордо, гордо, вот. Понимаете, да, то есть тут вот тоже как будто вам нужно что-то подчеркнуть. Как будто бы вы, значит, хотите подчеркнуть, что вы, ну, впады. Вот. Понимаете, да? Опять же, это, ну, как будто бы, вот, история про самоутверждение. Дальше. Начинаю замечать его недостатки, которые раньше нравились, но это желание избежать уже. Я не понимала, что происходит, очень сильно испугалась. Так закончился октябрь, его стажировку он уехал. Я осталась одна в диком страхе, страхе и совсем без чувств. Ну, вот. Насколько вы боитесь, получается, остаться одна, да? Или без чувств, как вы говорите? Насколько вы боитесь, настолько вы боитесь изближения, ну, в смысле отношений. Пока он был в области, я отгонял от себя плохие мысли, но после отъезда появился, в голове появилась, неужели моя влюбленность прошла, да, это страх отношений. Причем очень быстро и по непонятным причинам. Ну, тут, опять же, именно вот про влюбленность, это с границами с вашими сложностями. Защита вашего подсознания от слияния очень быстро и по непонятным причинам. Это здесь нужно выяснять. С тех пор я в ужасном моральном состоянии, мне очень плохо на душе и физически постоянно в голове куча вопросов, на которые я сама не могу дать ответ. А чего вам плохо? Откуда такая борьба с тем, что ваши чувства изменились? Ну, изменились и изменились. Как будто бы есть внутренние требования, чтобы они у вас были. А почему так произошло? Какая причина, ведь я не сделаю все плохого, что мне делать? Как возродить чувства, ведь он мне так дорог? Или вы заставляете себя чувствовать, что он дорог? Думаю об этом нон-стоп уже больше месяца. Это уже произошло в обсессии. Вначале насильно заставляло себя полюбить обратно на дорогу. Это становилось только хуже. Да, и интересно, для чего вы это делаете? Ощущение, насколько мне было хорошо эти практически 3 месяца, насколько мне плохо сейчас. Это вопрос вашего собственного непринятия себя, что вам хорошо только с другим. Я об этом говорил в начало. При очередной панической атаке, почему вы считаете, что у вас панические атаки? Если есть подозрение на панические атаки, то имеет смысл обратиться к клиническому психологу, чтобы он помог вам. Решил рассказать ему об этом. Первый раз более мягко, что я охладел, и он это тоже заметил. Через какое-то время, уже более конкретно, казалось, что головой понимаю, что и правда люблю. Головой нельзя понимать, что вы любите. Беследно это не простой, а сердце молчит. Это нормально. Мы общаемся до сих пор, он часто говорит, что любит меня, не могу ответить, и он это понимает. Я не представляю, как сложно ему играть в одни ворота, но и мне безумная стыдность. И так произошло, ведь я же ничего плохого не сделал. Да, да, вы ничего плохого не сделали, это правда. Вот, но вы боитесь одиночества. Ну, наверное, думаете, что такого больше вам не будет. Что вы полюбите, вас полюбят. Наверное, все отметят, что тогда интерес пропал не только к нему. Дополнительно я очень много читал, общался с людьми, наслаждался своим одиночеством. Не хотел ехать домой, и многое мне было интересно. Но я бы сказал, что здесь видны противоречия. Во-первых, если вы и правда наслаждались бы своим одиночеством, да, то, на мой взгляд, вряд ли бы у вас было бы такое, что вы бы настолько были счастливы. Влюбившись. Это первое. И второе, то, что вы не хотели ехать домой, это тоже вот. Как-то немножко не вписывается в эту картинку самодостаточности. После мне в тягость это все, ничего не интересно, застыкли на своих страданиях и очень хочу домой. А что вы вкладываете в дом? Вот. Ну, опять же, как-то вот ваше заболевание вас как будто встряхнуло и показало вам определенную проблематику вашу. На самом деле, у меня так бывает каждый осень, постоянно хожу себе причины пострадать, но до этого было связано с мирными проблемами или моими проблемами со здоровьем. Еще раз, к врачу нужно обратиться к врачу обязательно. Более глобально картина вырисовывается насчет осени, поэтому к врачу. Я не знаю, что мне делать сказал он. Не понимаю то, что я потерял чувства, стали причиной апатии или следствием. Я думаю, что ваше заболевание является следствием более глубоких страхов. Вот. А чувства исчезли как следствие болезни. Ну вот. Так, стоит ли прекратить все или постоянно искать чувство влюбленности на пару месяцев тоже не выход, и стоит побороться. А зачем искать чувство влюбленности? Зачем? Вот не вяжется это с тем, что вы говорите о себе как о самодостаточном человеке. Вот не вяжется. Взять паузу в отношении, чтобы привести свое состояние в более-менее норму или пройти это сложный период вместе. Что делать? Ну, это решать вам. А так я бы рекомендовал вам психотерапию. Вот. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Всем пока. БIndНАЛИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...